МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ведутся берегоукрепительные работы. Президент посетил строящуюся дамбу на реке Кадор. Обсудили проблемы, обменялись опытом. Итоги научно-практической конференции о культурном многообразии памятника в Абхазии. Время молодости. Выставка работ молодых художников в Гудауте. Глава государства Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гульрибский район. В селе Катикыт он ознакомился с ходом берегоукрепительных работ. Ежегодно во время паводка река Кадор выходит из берегов и затапливает как сельскохозяйственные угодья, так и приусадебные участки и частные домовладения сельчан. В течение 10 последних дней компания Абхазный Рудинвест проводила здесь работы по укреплению берега. Однако, как говорят специалисты, этого недостаточно. Главе государства рассказали о том, какие меры необходимо предпринять для решения проблемы затопления села. Рауль Хаджимба поручил продолжить работы на всех участках береговой линии и пообещал выделить необходимые средства на их проведение. Что мы сейчас тогда должны сделать? Вот сейчас должны вот этот канал соединить с лесом полностью и поднять его хотя бы метра на полтора. Канал в смысле как? Не канал, вот этот насыпь. Ее надо поднять метра на полтора. Это чтобы уже хватило на несколько лет. Это возможно сделать, если вот сейчас 5-6 дней что у него будет и соединить с лесом ее. С лесом он туда вывезти? Да, вот туда вывезти. Трактор мог, отсюда тоже не мог подъехать. Отсюда вытаскивать грунт смысла нет. Он почему здесь эту речку перекрывал? Потому что отсюда вытаскивая грунт, сыпал сюда и углублял речку. Потом поток давал. Теперь что надо делать? Опять углублять? Он углубится здесь. Он уже имеет основание где встать, он экскаватором встанет. Завтра она еще на полметра опустится, он спокойно встанет здесь. Для того, чтобы спасти эту ситуацию, чтобы действительно вода не хлынула сюда, население не вышло где-то в районе аэропорта, пришлось нам русло перекидывать. А русло перекинуть не так просто. Чтобы перекинуть русло, почти 10 дней на это потратило. Вся наша техника, два эскаватора и бульдизера здесь работали. Перекинули воду. Вот это, что вы видите сейчас, это канал, который прорытый. Нами прорытый. Если бы не было этого канала, если бы не было вот этой насыпи, вода сегодня уже была бы в селе. А накануне президент посетил еще один опасный участок. На этот раз в исторической части Сухума, где произошел оползень. Смотрите материал, подготовленный пресс-службой МЧС Абхазии. Весьма внушительный оползень на Сухумской горе по улице Папаскир, произошедшей накануне, вызывает серьезную тревогу у специалистов. Земля сошла в жилом секторе неподалеку от столичной детской школы искусств. Некоторым частным участкам нанесен хотя незначительный, но ущерб. Однако последствия могут быть весьма непредсказуемыми. Именно об этом шел разговор Рауля Хаджинба и премьер-министра Артура Миквабия, прибывших на место чрезвычайного происшествия со специалистами. Необходимо просчитать риски сложившейся ситуации и провести экстренные работы по консервации оползневого участка. В частности, укрепить подпорные стены. По словам главы МЧС Абхазии Льва Квициния, на месте образования оползня установлены маячки, определяющие характер движения грунта. Глава государства поручил соответствующим структурам обобщить полученную информацию и определить максимально полный перечень первоочередных мер. Срочные меры необходимо принять и в отношении паводковой ситуации на реке Кадор. Из-за сильных проливных дождей уровень воды в реке стремительно растет. Хотя о подтоплениях пока говорить рано. Однако в кратчайшие сроки необходимо провести берегоукрепительные работы. В свою очередь сотрудники МЧС Абхазии ведут мониторинг ситуации и, по их словам, уровень воды несколько стабилизировался. Правда, проблема укрепления береговой полосы от этого менее актуальной не становится. Меры по пресечению незаконного промысла рыбы, в том числе в запретной зоне акватории, обсуждались в ходе рабочего совещания по вопросам упорядочения рыбного промысла в пограничной зоне, а также усиления контроля за нарушениями режима пересечения государственной границы Республики Абхазия. Совещание провел президент Рауль Хаджимба. Было отмечено, что на время Путины правительством определяются как квоты, так и запретные для ловли зоны, и что данные предписания не должны нарушаться. При этом зафиксированы неоднократные факты нарушений существующих правил и предписаний со стороны промысловых компаний. Вместе с тем президент отметил несоответствие наказания совершаемым правонарушениям и дал поручение проработать комплекс мер административного воздействия, в частности увеличить штрафы, а при повторных нарушениях предусмотреть возможность отзыва лицензии на лов рыбы. В ходе совещания также обсуждались вопросы координации служб, ответственных за охрану государственной границы. Президент потребовал усиления работы пограничных и таможенных структур, а также повышения эффективности мер по борьбе с контрабандой. Президент Рауль Хаджимба принял молодого абхазского режиссера Наура Гармелия. Пока в его фильмографии лишь одна картина – «Мост». Однако фильм уже завоевал престижную награду «Бронзовая тайга» на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Подробности в репортаже «Белой квартии». Президент тепло встретил Наура Гармелия. Рауль Хаджимба рассказал, что он осведомлен о творческих поисках молодого режиссера и успехе его фильма «Мост». Он подчеркнул, что время и события, о которых идет речь в картине – важная часть истории страны. Очень сложно, наверное, в одном времени показать два образа, два отношения, два человеческих отношения к этим процессам – образ отца, образ мальчика, и, наверное, их отношения во времени, ко всем тем процессам, которые происходили. Мне понравилось то интервью, которое ты давал, где ты говоришь о своем отношении ко всем этим процессам. Сюжет картины повествует о 10-летнем мальчике и его отце, уединенно живущих в глубинке Абхазии. События фильма разворачиваются в послевоенное время, в которое молодому герою приходится бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь отца. Наур Гармелия рассказал, что работу над фильмом он закончил три года назад. Сначала картину снимали на «Леннаучфильме» в Санкт-Петербурге. Завершали работу уже на «Ленфильме». А в этом году появилась возможность показать ее в Абхазии. Было неожиданно, конечно, когда зал переполнился. Более того, люди смотрели стоя. Но это, кажется, уже показатель. Как бы мне быть недовольным было бы странно. Пока фильм будет участвовать в фестивалях разного рода, потом, возможно, прокат, наверное, в городе Санкт-Петербург. Ну, а потом, может быть, нам удастся его показать здесь, в Абхазии, по телевидению. Наур Гармелия рассказал, что сегодня он работает в кино ассистентом режиссера. Но верит, что «Мост» – только первый его фильм. Режиссер вручил президенту носитель с копией фильма «Мост». Рауль Хаджимба выразил надежду на то, что впереди молодого режиссера ждут дальнейшие творческие удачи. Он еще раз поздравил Наура Гармелия с успехом его картины и преподнес подарок. Была Кварчия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В Минобороны Абхазии подведены итоги за зимний период обучения и определены задачи на летний период. Этому было посвящено собрание в военном ведомстве под председательством министра обороны Мирава Кишмария. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, доложил о выполнении в зимнем периоде обучения запланированных мероприятий боевой подготовки. По словам начштаба, в ходе зимнего периода обучения обеспечено поддержание выучки войск на уровне, гарантирующем их боеспособность. Также были заслушаны доклады заместителя министра обороны о проделанной работе за зимний период обучения 2016 года. Анатолий Хрулев поставил задачи на летний период обучения. Министр обороны Мирав Кишмария обратил внимание присутствующих на выполнение поставленных задач с учетом перспективы развития вооруженных сил. 9 мая в Сухуме на набережной Махаджиров состоится торжественное прохождение войск, посвященное 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает Абстнапресс. 600 военнослужащих пройдут парадным строем мимо памятника защитникам Кавказа. Это сводные расчеты военнослужащих Минобороны Абхазии, 7-й российской военной базы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Всего в марше принимает участие 10 парадных коробок. Инициативная группа по проведению референдума передала в Центральную избирательную комиссию подписные листы с 19 314 подписями. ЦИК в течение 30 дней будет проверять подписные листы. Всего инициативная группа собрала 21 226 подписей в поддержку референдума. По территории Абхазии, за исключением Гальского района, нами собрано 21 226 подписей в поддержку референдума. На сегодняшний день мы сдаем в Центральную избирательную комиссию 19 314 подписей. Та разница, которая между этими цифрами, это то, что мы, просмотрев все собранные подписные листы, сами вычленили то, где были кое-какие ошибки. Ошибки в какого плана? Где-то не внесены даты выдачи паспортов, где-то не внесены даты рождения и так далее. Ну, чисто технические такие вопросы, чтобы не было никаких, не возникало никаких недоразумений и вопросов. В столице подвели итоги Международной научно-практической конференции «Культурное многообразие памятников архитектуры Абхазии и влияние на них внешних факторов». Подробности в материале Ринаты Шакая. Второй день Международной научно-практической конференции «Культурное многообразие памятников архитектуры Абхазии и влияние на них внешних факторов» начался с докладов. Средневековые памятники архитектуры Сухума и его окрестностей. Проблема сохранения объектов историко-культурного наследия на примере Сухумской крепости. Перспектива создания охранных зон, исторических поселений на примере Анакопии Нового Афона и его окрестностей. Эти и другие доклады были заслушаны участниками конференции. С точки зрения обмена опытом мы также посмотрели на те проблемы и на те достижения, которые сейчас есть, а они есть уже за тот период, который занимается в Абхазии охраной культурного наследия. И хочется надеяться, что те идеи, предложения, мнения, которые прозвучали на конференции, также будут коллегам из Абхазии полезны в дальнейшем совершенствовании этой проблематики. За последние семь лет в рамках культурного сотрудничества проходили различные фестивали, арт-маркеты. Но после объединения Министерства культуры и Управления по охране историко-культурного наследия появилась возможность организовать подобного рода встречу с коллегами из России. Заместитель министра Батал Кубахи убежден, что активная дискуссия в обществе по вопросам охраны историко-культурного наследия даст положительные результаты. Мы организовали с Министерством культуры России эту встречу для того, чтобы сюда приехали эксперты, специалисты, люди, работающие в управлении от министра, люди, которые занимаются формированием правового поля в отношении защиты культурного наследия, люди, которые работают с гражданским обществом. В России огромная сеть общественных организаций, занимающих защитой культурного наследия. В конце второго дня особенно понимаешь, насколько было важно провести эту конференцию по охране наследия. Во-первых, мы очень рады, что сам формат культурного сезона расширился. И это практика впервые в этом году, когда мы проводим мероприятия по охране наследия. И те интересные дискуссии, доклады, предложения, они все нас подводят к тому, что, видимо, мы заложили традицию. По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, в ближайшее время у представителей министерства появится возможность пройти курсы повышения квалификации по сохранению историко-культурного наследия за пределами страны. Выставка молодых художников прошла в Гудауте. Ее организовала международная организация «Асаркял». Этот импровизированный зал в центре города героя собрал 49 картин самого разного жанра. Это из жива, бесинатюрморта и вышивка бисером. Молодые художники Гудауте решили представить на суд зрителей свои произведения. Идея создания этого проекта появилась еще в прошлом году. Идея этого проекта появилась еще в прошлом году, в августе месяце, когда мы начали снимать программу «Аджара-Амте» про молодых художников. Постепенно мы решили, что завершим этот проект выставкой всех молодых художников. Это не в виде конкурса, а просто чтобы показать, какой талант у наших молодых художников. Именно у Гудаутского района. В работах отображены мотивы кавказской культуры. Именно эта тематика произвела наиболее яркое впечатление на посетителей. Я сегодня скажу от себя лично, что я первый раз попал в нашем городе, город-герой Гудаута, первый раз на выставку. Я был приятно удивлен, как бы я ни старался сделать выводы, скажу свое мнение определенное, что это дар. С таким даром человек рождается, в жизни его приобрести будет очень сложно. Я хотел пожелать всем участникам, которые старались, и хотел сказать большое спасибо и удачи в будущем. Если обратить внимание на все картины отдельно и уделить нужное время, можно понять, что это те люди, которые используют в своих картинах, как говорится, вспоминая обычаи, традиции. Не каждый так глубоко может подумать на сегодняшний день, как они отмечают в своих картинах. Элизавета Кови в настоящее время сама воспитывает новую плеяду юных художников. Она преподаватель урока рисования в одной из местных школ. Выпускница изобразительного искусства АГУ также решила участвовать в этой выставке. Первый раз участвую, и, если честно сказать, мне очень понравилось. Думаю, что в дальнейшем буду тоже принимать участие. Моя картина «Натермор» называется, и мы, это тематическая работа, мы рисовали в АГУ. Картины, написанные маслом, и полотна с рисунками, вышитыми бисером, выполнены в разнообразных стилях. Посетители рассматривали их с любопытством, а некоторые работы даже заслужили их восторга. Среди многочисленных посетителей и педагоги, которые радуются успехами своих учеников. Есть здесь работы детей, которые получили основу в нашем центре. У наших преподавателей Марта Аргун, Кристина Аргун, есть Зари Фанкваб, ее работы тоже. И очень это приятно, что наши дети могли выставиться, что их нет друзья. Сейчас вот в Гудаутском районе 19 художников, это многое значит. На самом деле, очень хорошие работы. Я сама не художник, но вот как раз был наш директор здесь, и он как художник, он это оценил, потому что дети на самом деле прекрасные работы. И самое, что интересно, мне нравится то, что они взяли именно наш абхазский колорит. Стены неприглядного зала в этот день выглядели привлекательно. Творческий дух при этом – главное украшение уверенной организаторы. Они надеются, что выставка, впервые прошедшая в их городе, обязательно станет традиционной. Сарьес, Мур Саида Гухава, Абхазское телевидение. Указом президента Рауля Хаджимба за многолетнюю и добросовестную работу в области лесного хозяйства леснику села Отап у Чемчирского района Рзумагу Маршане присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Абхазия». В субботу, 23 апреля, на республиканском стадионе впервые пройдет турнир по легкой атлетике имени мастера спорта международного класса серебряного призера Олимпийских игр по метанию копья Саиды Гунба. Имя спортсменки широко известно не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами. За вклад в развитие спорта Саида Гунба награждена Орденом Ахидз Абша третьей степени. Во время летнего сезона многие туристические направления могут ожидать прироста спроса со стороны туристов на 12-15%. Такой прогноз озвучили эксперты российской туристической компании «Солвекс», представляя свои летние направления. По словам заместителя гендиректора туристической компании «Солвекс» Екатерины Айзерман, на данный момент только по Абхазии существует ажиотажный спрос. На остальных направлениях, включая Россию, также ожидается рост спроса, но достаточно спокойного. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 23-25 градусов. Температура морской воды плюс 13 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин